Очередные провокации в Ривне или наша песня хороша. На прошлой неделе мы рассказывали о проплаченной акции, на которую собрали студентов, обещая им по 100 гривен в час. И вот история повторилась. Подробнее узнаем от Инны Белецкой. У здания областной госадминистрации много полицейских и молодежи в капюшонах. Виной всему очередное объявление в соцсетях. Дескать, идем на акцию за легализацию добычи янтаря. Оплата 300 гривен за два часа так называемого митинга. В органе миссии обследования, мистер Ливне не было заведено ни группой осетной, ни будь какой-то физической особой, чтобы проведение массовой законы, будь какой-то другой. И мы в мирной акции. Было, соответственно, реагирование, доступчиво людей на территории, прилегивая в административное помещение, в основной державной администрации. Вот этот человек возглавляет несколько десятков якобы протестующих. Пытается пройти в администрацию. Это Юрий Клейнос, известный по организации «Белый молот». Он также устраивал много протестных акций в Киеве. Это видео он уже удалил со своей страницы. У него нашли холодное оружие, составили протокол. Участники акции в растерянности. Кроме них, на площадь перед администрацией пришли другие активисты. Провели профилактическую беседу и попросили уйти. Мы не можем сделать российский шабаш, такого не будет. Чтобы потом праздновать в Вестях, НТВ, чтобы приехали. Это не будет. Сегодня этого не будет. Юные участники акции на вопрос «Зачем пришли?» отвечать не готовы. Активничали только стримеры. В прошлый раз они записали много видео, которым вовсю пользовалась российская пропаганда. Называя проплаченный митинг на прошлой неделе «Восстание молодежи против режима». А студентов – янтарными старателями. Я решил узнать, что тут проводится. И хочу снять снимку. Народ бунтует, не бунтует. Если народ бунтует, то это народ. Громада выходит, а не студенты, которые не могут объяснить, почему они тут. В этот раз поактивничать студентам не удалось. Через полчаса так называемой акции на площади остались лишь полицейские. Диана Клочко, Инна Белецкая, телеканал «Интер» Ривна.